Доброе утро дорогие друзья! Хоккейный клуб Югра празднует 10-летний юбилей. В честь этого события 25 марта в арене Югра состоится грандиозный праздник, в котором примут участие звезды мирового хоккея и игроки Югры всех времен. Этот праздник не должен пропустить ни один болельщик, ведь большой хоккейный день в Ханты-Мансийске пройдет впервые. Каждый день в календаре клуба накануне праздника насыщен событиями. О том, что было, что будет, мы поговорим с руководителем пресс-службы хоккейного клуба Югра Марией Ларионовой и тренером молодежного хоккейного клуба Мамонты-Югры Евгением Хвостовым. Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что на прошлой неделе в рамках хоккейного тура по городам нашего округа игроки Югры и Мамонтов-Югры провели товарищеские матчи и мастер-классы. Как они прошли? Все прошло замечательно, болельщики встретили нас отлично. Это проводится каждый год, это своего образа такой ответной традиции. В традицию входит, да, потому что наши болельщики... То есть вас уже ждут. Нас ждут. Наши болельщики из дальних городов Югры приезжают к нам на стадион поддержать нас. И мы тоже такой ответный визит, можно сказать. Евгения, что с голосом? Ну, честно говоря, это очень такая досадная история. Вот на таком из матчей в Когалыме за 5 минут до конца встречи мы проигрывали 8-11 и пришлось включать резервы. Это голосовые связки, да? Да, да. Пришлось напрячь. И поэтому сейчас есть такая проблема. Ничего страшного в нашей студии, это не проблема. Сейчас просто Павел наш звукоперат сделал чуть погромче. Мы задали вопрос нашим телезрителям. Я понимаю, что вы его усложнили, добавив вопрос в качестве тренера, сколько вы игр с моментами Югры провели, да? Ну, давайте так, один вопрос оставим. Сколько всего в составе хоккейного клуба Югра провел официальных матчей Евгений Хвостов? Так. Да? Фу. Разобрались. Теперь вот, кстати, об играх. Какие-то игры особенно запомнились, Жень? Ну, конечно, это... Что-то вот такое прям яркое. Я понимаю, что их было много, я не буду называть точную цифру, должны сделать наши телезрители. Конечно, особняком в этих матчах стоят те победные матчи, особенно последний победного сезона в высшей лиге, когда при своих болельщиках мы поставили финальную точку, победив Торос, Нефтекамск. И при своих болельщиках на своем стадионе дома при поддержке своих трибун одержали победу. Поддержка трибун много, значит? Конечно, это шестой полевой игрок. Мария, вот 25 марта день насыщенный очень будет. По одному пригласительному можно посетить все мероприятия. Вообще вход свободный, надо сказать. Вход свободный. Здесь все обрадовались, когда вы сказали, такой просто супер день, и вход свободный. Один пригласитель прямо на все мероприятия. Да. Но пригласитель на мероприятие, которое состоит в 6 часов на голоматч. А они же начинаются с 12. То есть нельзя так прийти в 12 и весь день рядом с следовой ареной. Потому что в 12 часов состоится матч с нашими болельщиками традиционным. В 4.30 легенды хоккей проведут мастер-класс для юных воспитанников нашей дюж. В 16.45 автограф-сессия. Приглашаю всех с именитыми игроками. Ну и в 6 часов главное событие. Евгений Хвостов выйдет тоже на лед. Евгений, вы в качестве защитника так же все? Ну конечно, в моем плане решили не менять? Нет. А кстати, первый сезон завершается в качестве тренера Мамонтов Югры. Какие ощущения? Ну, буря эмоций. Конечно, поначалу были трудности перестроиться из игрока. Стать педагогом? Ну в принципе образование... Правильно, педагогические навыки нужны? Да, конечно, несомненно. У меня образование педагогическое, но все равно есть свой подход. На одни и те же вещи приходится смотреть уже с другой стороны. А как, подождите, у вас это... По процентном соотношении кнут-пряник распределяются? Ну, есть, да, у нас в тренерском штабе. Есть такие методики? Да, 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 есть. Кнут-кнут-кнут-кнут. У нас на самом деле так и есть. Наш главный тренер Мамонтов Брусский Дмитрий Викторович, он как кнут. Так, а-а-а, все понятно. Вот такой и полицейский. Понятно, то есть вот здесь роли распределились. Ну я думаю, что все хотят попасть, хотят посмотреть, поболеть. А пригласительные-то останутся? Сколько уже отдали? На данный момент, так, чтобы... На данный момент около пяти тысяч, около пяти тысяч пригласований уже разобрано. Однозначно будет аншлаг, поэтому кто не успел забрать пригласительные в кассах арены, поторопитесь. Потому что, знаешь, что едут автобусы из других городов. Из других городов едут очень много. И забронировать можно по телефону. Да, будет аншлаг. Есть ограничения, сколько на одну фамилию можно взять пригласительных? Как-то вы так все-таки... Потому что у меня есть закон. Он 15 билетов взял. Я говорю, слушай, но ведь все ли 15 придут? А вдруг кому-то не достанется? А из твоих 15, например, придет только 13. Ну вот этот момент сложно отследить, потому что не у каждого есть возможность приехать до пяти на арену, взять пригласительные. Поэтому приходят и берут на компании, на организации пригласительные. Выкручиваются таким образом. Но один пригласительный, один человек. Один пригласительный, один человек. И все-таки вот день, я понимаю, что аншлаг будет. У нас ведь округ рыбаков, есть же такие стульчики, с которыми на рыбалку ходишь. Можно ли будет их с собой взять и каким-то образом... Да, можно и постоять. И вам нужно будет попасть на стадион. Самое главное попасть внутрь, да? Простинишек. Хорошо. У нас, знаете, еще одно событие приятное, которое на вашем сайте уже объявили. 20 марта нападающей игры Андрей Алексеев стал папой. Супруга Евгения родила сына. От всей души мы, кстати, тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем всего-всего-всего-всего. Он тоже выйдет на лед? Или отцов не выпускаете? Отцов не. Молодых отцов. Нет, она в голоматче примут участие именно легенды хоккея. Ветераны. Да, легенды. Ветераны, которые внесли значительный вклад в развитие хоккея в игре. И это будет и Дима Алтарев, и Евгений Хвостов, и Игорь Скороходов. 25 марта, дорогие друзья, арена Югры, Ледовый дворец ждет вас. Мест остается все меньше и меньше. Может быть, закинем удочку, как раз можешь сказать про этого игрока, кто придет в пятницу. Давайте проанонсируй. Кто же придет в пятницу в нашу программу? Главный рыбачок, про которого можно смело сказать, закинуть удочку, Игорь Скороходов. Будет в утренней программе с 7 до 9. Ребят, большое спасибо, Евгений. Желаем успехов и в тренерской деятельности, ну и, разумеется, 25 числа на льду. Спасибо большое. На уже известной и привычной арене. Кстати, будете сражаться там прямо в полной мощи? Или так, ну... Все-таки, из уважения к ветеранам. Мы все-таки помоложе. Нашим команде соперников будет Сергей Шепелев. Так. К таким людям с уважением относятся, но... Так же и с уважением будем против него играть. Ну, то есть силовая борьба будет, да? Ой, извините, пожалуйста. Ну, если только вспомнить какие-то моменты, когда он во время каких-то матчей повышал голос на меня. А, все понятно. Ребята, это будет бомба. Потому что, я говорю, количество олимпийских чемпионов просто зашкаливает. Там двукратные олимпийские чемпионы. Там чемпионы мира многократные. Поэтому это событие нельзя пропустить. Только звезд на одной арене. Никто не пропустит. Большое спасибо. Хорошего дня и до новых встреч.